Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рад, что вновь могу быть с вами в эфире информационного блока Славянская Церковь Адвентистов 7 дня здесь в городе Сакраменто. Сегодня хочу начать мое обращение с поздравлений или пожелания, так как завтра в нашей стране праздник благодарения. Я бы пожелал, чтобы в вашей жизни были люди, которые всегда благодарны за все то добро, которое вы делаете для них. Но в то же время хочу пожелать, чтобы и вы никогда не забывали благодарить ваших родных и близких за любовь, которую они вам дарят, за поддержку, за добро. Поблагодарить друзей и знакомых за то, что они у вас есть, за то, что тоже стараются сделать все для того, чтобы ваша жизнь была лучше. Но и самое главное, поблагодарите Бога за то, что Он хранит, заботится, вас поддерживает, посылает все необходимое. И даже если в вашей жизни есть не все, что вы бы хотели, у вас точно сегодня есть то, что вам на самом деле нужно. И я уверен, что в будущем Бог и дальше будет заботиться о нас, поддерживать нас своей рукой. Только повторюсь, чтобы мы не забывали быть Ему за все благодарны. Я знаю, что очень многие завтра собираются целыми семьями, поэтому желаю вам хорошего праздника, всего самого-самого наилучшего. Ну а теперь несколько слов о ближайших событиях из жизни нашей Церкви. В эту субботу по Божьей милости буду проповедовать я, поэтому, пожалуйста, молитесь за мое служение, чтобы Господь особенным образом использовал меня во время проповеди. Также хочу сказать, что в связи с другими мероприятиями нашей Церкви следующая встреча по изучению Библии и доктрины нашей Церкви будет 9 декабря в 5 часов вечера. Мне очень приятно встречаться со всеми, кто приходит на эти занятия, на эти встречи, так как считаю, что это очень важно понимать и знать, почему мы верим именно так. Так что жду вас 9 декабря в 5 часов вечера. Также напоминаю, что с 15 по 22 декабря в нашей Церкви будет проходить программа с Александром Болотниковым под названием «Загадочное пророчество Даниила», которое исполнилось в 1844 году. Это будет очень интересно, поэтому приглашайте ваших друзей и знакомых. Ну а параллельно с этой программой с 17 по 21 декабря у нас будет проходить детская библейская каникулярная программа. Так что эта неделя будет очень интересной как для взрослых, так и для детей. Приглашайте всех их. Ну а 23 декабря утром у нас будет служение вечерей Господней, а вечером у нас будет концерт под названием «Эммануил». Вновь приглашайте ваших друзей и знакомых, планируйте ваше время таким образом, чтобы вы не пропустили ни одно из этих мероприятий. Все эти встречи обещают быть очень интересными. Есть еще одна просьба, с которой я хочу к вам сегодня обратиться. Если вы знаете, что кто-то готов сдать дом или дуплекс семье, которая еще не имеет кредитной истории, пожалуйста, обратитесь ко мне. Это очень важно. Нужна ваша помощь. Мой номер телефона 916-254-8182. 916-254-8182. Ну а сейчас хочу перейти к молитвенному блоку. Мы продолжаем молиться за нашу сестру Ларису Подоляка, чтобы Бог поддерживал ее здоровье и укреплял ее своей рукой. Также мы молимся за Сонечку. Это девочка, которая с родителями была у нас в эту субботу, и которой делали сегодня операцию на ушко. Слава Богу, эта операция прошла благополучно, как говорят врачи, но еще нужен долгий процесс реабилитации, восстановления, а потом операция на следующие ушко. Поэтому, пожалуйста, молитесь особенным образом за врачей, за Соню, за родителей, чтобы они все могли справиться с этой проблемой как можно лучше. Ну и, конечно же, мы продолжаем молиться за ситуацию на Ближнем Востоке, а также прекращение войны в Украине. Пожалуйста, не забывайте об этом. В заключение хочу прочитать текст из книги-притчи. Это глава 22, стих 1. Доброе имя, великих богатств желания, добрая слава, лучше серебра и золота. Очень краткий, но емкий стих. Я желаю, чтобы вы всегда могли иметь хорошее имя. Ну а для этого Христос сказал, мы должны быть светом и солью в этом мире. Если наша жизнь будет в согласии со Словом Божьим, то именно так всегда оно не будет. Желаю вам всего самого наилучшего, Божьих благословений, и до встречи уже в эту субботу в нашей Церкви.